Всем привет! Здесь я хочу представить, что можно сделать, если загрузочная флешка, а возможно диск, не отображается в бутменю BIOS или UEFI. Рассмотрим первый вариант, когда загрузка с носителя информации может быть отключена. На примере USB-CD-DVD-ROM. Нажатием клавиши F9 на ноутбуке HP перехожу в бутменю. Здесь можем видеть, что отображается только жесткий диск. Чтобы попробовать решить данную проблему, следует перейти в настройки BIOS. Для этого я нажимаю клавишу F10 согласно представленной подсказке. Затем перехожу в пункт System Configuration, где выбираю данный раздел. Можем видеть, что здесь загрузка с представленных устройств отключена. Соответственно, я активирую пункт Запуск CD-ROM путем перевода данного пункта в режим Enable. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажимаю F10. В результате ноутбук перезагружается и теперь, перейдя в меню загрузки, можем видеть, что USB-CD-ROM ASUS отображается. Аналогичная проблема может быть и с флешкой. Достаточно распространенной причиной является то, что по умолчанию включен режим загрузки UEFI. И в этом случае, при попытке запуска загрузочной флешки или диска, имеющего более старый режим, то есть Legacy, в меню загрузки он будет отсутствовать. Нажатием на клавишу F10 перехожу в настройки BIOS, где при выборе System Configuration в разделе Boot Option имеется возможность поддержки режима Legacy и еще пункт Security Boot, также оказывающим влияние на запуск загрузочного носителя информации. Для запуска загрузчика старой версии следует выключить работу Security Boot и включить Legacy, что собственно я и делаю. После чего сохраняю изменения нажатием вновь на клавишу F10. При запуске ноутбука, перейдя в Boot Manager, теперь можем видеть возможность загрузки CD-ROM и не только с него. Выбрав соответствующий пункт, идет запуск с компакт-диска, на котором располагается дистрибутив с Windows 7. Конечно, конфигурация настроек BIOS или UEFI на ряде компьютеров может отличаться. Например, на материнских платах ASUS для персонального компьютера в своем большинстве UEFI BIOS может выглядеть данным образом. Зайдя сюда нажатием преимущественно клавиши DEL и перейдя в расширенный режим посредством нажатия F7, в пункте Boot аналогом Legacy представлен CSM, где можно выставить необходимые параметры загрузочных устройств. На материнских платах GB в разделе BIOS параметры, влияющие на запуск загрузочных носителей представлены немного иначе. Здесь имеется пункт возможного выбора типа операционной системы и также CSM. Порой может сложиться ситуация, когда указанные настройки не помогают и загрузочный носитель информации не отображается в менеджере загрузок. Тогда можно попробовать обновить BIOS или UEFI и проверить с вышеуказанными вариантами. С сайта изготовителя необходимо будет скачать преимущественно самую последнюю версию прошивки, которая может быть представлена в виде .exe файла, позволяющего производить обновления непосредственно в среде операционной системы, как в данном случае. Также это может быть файл, который производит обновления непосредственно в среде UEFI или BIOS. Более подробно рассмотреть варианты прошивки можно перейдя по ссылке в описании к видео. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok